Иисусе Христе, Сыне Божие, помилуй меня грешим. Евангелие от Матфея, 5 глава, 1 стих. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. Толкование блаженного феофилакта. Восходом на гору Господь научает нас ничего не делать под тщеславию и напоказ. Видя великое множество собравшегося к нему народа, он сел и начал учить его, ни в городе, ни на площади, чтоб видели его многие и хвалили. Но на горе в пустыне, где не было никого, кроме душевно желавших получить или видеть исцеление. Все толкование. Толкование чисто монашеское. Вот пустыня, о, это как раз то, что у них есть. И теперь, в это теперь они вкладывают тщеславие, в это, значит, показать себя. Ну, если так рассуждать, так тогда Златоуста почему проповедовал ради тщеславия? О которой шли апостолы проповедовали ради тщеславия? А где проповедовали? В Ариапаге. Ну, ничего не сходится. Блаженный феофилакт это дал. Ну, такое понятие было, оно такое и осталось у них. Вот нет тщеславия там, где ничего нету. Там, конечно, ничего нету. Там кладбище, мертвость, котомогильники называют в церкви. А как по-другому? Вот он интернет, материал выставил. Есть люди, которые потрудились. Вот даже здесь взять он, как, на весь мир потрудился? Вот она и есть. Вот цитата из Библии. Псалтырь, пожалуйста. Вот Псалом 134. Зачем на показ Давид это выставил? Зачем интернет изобрели для показа? Это все в тщеславие вогнали бы. Я это знаю. Вот когда никто ничего не знает, вот тогда тут все тишь и блашь. Я насчитал Библию. Библию. Ее трудно было достать, но пленки тогда уже были. Насчитал ее. Потом, когда вернулся из заключения, еще раз насчитал на компьютер. Насчитал 12 томов Златоуста, 12 книг Жития Святых, Добротолюбие 5 томов, ну и 50 книг. Это не просто читать, а начитать голосом, с выражением, чтобы оно как-то воспринималось. О, как заягозились священники, вплоть до Аркирея. А к вам тщеславие не подходит, тщеславие. А сам полупьяный сидит. Не стой, как Олег Стеняев. Его стрелять не будет. А ну почему? Посмотрели, чеченцы, такая рожа в экран не входит, как говорят, шайба. Пьяный спирт углотанул. Ничего о христе не скажет. Это настоящий поп, пропустите. И он считает, все слушатели хохочут. Вот он выступает перед ними. Отец Олег мне известен. Я у него был в больнице в Москве. Он приезжал по Теряевку, когда-то в Сибири был здесь. Я его знаю. И все время хохочет, хохочет. Это такое у Журавлева Сергея было. Клоунаду устраивает. Мы нынче были шесть мусульманских республик прошли. Хохотать некогда. И мы выставим материалы, потому что Mail.ru разрушили. Теперь только на форуме, кто знает, как-то дать людям знать. Там смеяться не будешь. Там серьезный разговор. О Боге, о спасении, о грехе. Что он не знает. И все, кто выступает перед людьми, я выше всего ставлю Олега Стеняева. Но вчера его послушал, сидит, никуда не годится. И там не видно зрителей. Все хохочет и хохочет. Рот не закрывают. А Ян Златоуст говорит, хохочешь, не боишься, что сатана соскочит в рот демон. Видно, что не испастились. Все, тщеславие заедает. Вот тут тщеславие, может быть, я был. Со мной обошлись так, других-то попов расстреляли, зарезали, голову отрезали. А меня не тронули. Ну и что не тронули? И будем смердеть здесь сто лет на земле. Вспомни Даниила Сысоева. Умер за Христом, минуя мытарство, сразу в Царство Божие. Вот это ответ. Вот так надо подражать-то, а не хохотать. Даниил Сысоев не хохотал. И что получил? И вот здесь точно так же. Господь удалился на гору. А почему? Да кто ему на площади разрешил бы, в первую очередь? Один раз только изгнал, и то, какую властью-то делаешь, приступили к нему. Сидел в синагоге, учил, и что? Схватили его и повели. Считает третья глава Евангелия от Луки. И чтобы свергнуть с вершины, на которой стоял их город. А увел почему в сторону? Еще непонятно почему. Спокойная обстановка. Пока сообщат сиксоты, стукачи. Господь уже в другом месте. Конкретно надо смотреть. А вот это вот никак. Я уважаю, люблю, по нему преподавал Боженов и Пилар. Но это я никогда не буду говорить. Совершенно не эта причина. Счиславие у Господа. Какое он, к нему, к счиславию подойдет, когда он Бог-то? Тем более, ко Христу это не относится. Он и на площади проповедует. И всему миру проповедует через своих избранников. Далее. От Матфея, 5 глава, 2-3 стихи. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Толкованием. Народ приступает для чудес, а ученики для наставлений. Посему после совершения чудес и исцеления тел врачу и души, Дабы мы знали, что он есть Творец и душ и телес. Он учил, и не отверзая уст, то есть своей жизнью и чудесами. А теперь учит, отверзши уста. Учил не одних учеников, но и народ. А начал с блаженства, так как и Давид начал с блаженства. Псалом 1.1. Прежде всего выставляет смирение, как бы основание. Так как Адам пал от гордости, возмечтав быть Богом, то Христос выставляет нас посредством смирения. Нищая духом, суть душевна, чувствующая свое недостоинство. Все толкование. Нормально. Дальше. 5 глава, 4 стих. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Толкование. Плачущие, то есть о грехах, а не о чем-либо житейском. Сказал же плачущие, разумея плач неоднократный какой-либо, но всегдашний, притом не о своих только грехах, но и о грехах ближних. Утешатся же они не только там, но и здесь. Ибо кто плачет о грехах, тот духовно радуется, особенно там. Здесь он радуется по надежде получить прощение грехов, а там будет непрестанно радоваться, получив жизнь блаженную. Все толкование. Слезы, плачь не только о грехах. Это тоже чисто монашеское. Слезы радости есть, благословения, чтобы Господь услышал. Искренне напряженнейшая молитва о ближних, чтобы Господь их призвал. Павел говорит, я со слезами молюсь, постоянно Павел со слезами молился. А о чем молился? Чтобы люди обратились к Богу. А о грехах ли он тут молится-то? Это тоже толкование очень узко. Это чисто монашеское толкование. То о грехах, и они о грехах, и о грехах. Причастился, и опять 12 раз, Господи помилуй, и тут же. А уже с вечера, уже, Господи помилуй, 40 раз, да не раз еще будет. Не веря в Бога. Слезы радости, благодарения. Когда мать встречает человека или видит любимого сына, где слезы на глазах у нее, наконец-то он встал. Все радуются. Благодарение Богу, который дает нам разуметь истину. Дальше. От Матфея 5.5 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Толкование. Некоторые под землею разумеют землю только духовную, то есть небо. Но ты разумеешь сию землю. Кроткие почитаются презренными и бедными. А он, напротив, говорит, что они-то особенно и имеют все. Кроткие же суть не те, которые вовсе не гневаются. Таковы бывают только лишенные разума. Но те, которые могут гневаться и воздерживаются. А гневаются только тогда, когда должно. Все толкование. Господь никогда не гневался. Я говорю, вы уверены, не гневался? Да. А почему вы не берете во внимание? Лука говорит, и воздрев на них с гневом, скорбя, божесточение, сердец их. Когда он спросил, что делать, добро или зло? Истелить человека или оставить? И они молчали. И он воздрел на них с гневом. Гнев – это то чувство, которое Бог заложил в человека. И теперь нужно место его направить. Апостол Павел как говорил, когда селимый волхво? Что он? Сюсюкал с ним? Ты враг всякой правды, сын дьявола. А как разговаривает Иов? С Богом так разговаривает. И даже удивительно, что Господь ни от кого не принимает жертву, как только от него. А те-то уж за Бога говорили. Стоило ли лгать вам ради Бога, припираться? Богу-то это не надо, наш патриотизм. Богу нужна искренность, святость, чистота, Божье чувство, которое во Христе Иисусе. И вот блаженно кроткий бы наследует землю. Какую землю? Что-то небо. Обыкновенная земля, на которой живем. Кроткий Господь сохраняет. Наследует землю, это не то, что ему дадут землю, там, гектар или фермером каким-то будет. Означает, что он будет жить, с земли его не сживут. Они наследуют землю, будут жить кроткие. А которые горды. Я в жизни своей, когда перечисляю, со мной рядом, которые были люди, которые воевали конкретно против меня. Их ни одного нет. А что ты против них делал? Ничего не делал. В деревне моя, я учился уже в городе, вот здесь, в техникуме строительном. Это где-то 57-й год. И мама меня послала к бабушке одной, она давно уже лежала больная, отнести, поесть. Я принес. Там в комнату не зайдешь, как обихожина, плохо она была. Но, это как раз Паша Постоногова бабушка. А у него был брат старший поликарп. Все, взялся он на меня. Еще мимо нашего дома пройдешь, живой не выйдешь. Ему не понравилось, что я пришел с ней, говорил там, немножко, может, о Боге говорил. То есть, я должен ходить в другом месте, когда на разъезд пойду. Не туда, где насажаем картошку, там дальше, по деревне. А именно там, где молимся, у березки. Справа. Ну, не ходить, да и не ходить. Я бы сказал, я тебе не боюсь. Он низкорослый, трактористом работал. Чумазый, чумазый всегда. Одни только зубы блестят. Вот, неаккуратные. А другой, Остап Икондин, тот белый воротничок, на таком же тракторе работает. Я только уехал. Сообщают поликарпа, похоронили. Как? Очень просто. У него везде все обтирает, куда надо, солидолом. На гусеницы трактора пошел, и, видимо, не трезвовал, упал. Ребро сломалось и воткнулось в легкие, пронзило, все и все. Его на земле нету, а я хожу. И в моей жизни было многократно так, угрозы такие. С тобой там разделаемся, и записки подбрасывали, что я с их детьми занимался. А дети грабили вагоны, поезда останавливались-то. Ну, и очень не нравилось это родителям, что их дети будут верующими-то где-то. А потом приходилось свидетелям уже быть в суде. Нету их этих людей. Просто нету. Они исчезают, и земли у них нету. Они в земле. Они не наследуют землю, они уходят в землю. Я так понимаю. Это не толкование, а это разумение собственного опыта. Дальше. От Матфея, 5 глава, 6 стих. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Толкование блаженного Феофилакта. Так как он намеревается говорить о милосердии, то наперед показывает, что должно соблюдать справедливость, дабы не делать милости из награбленного. Кто алчат и жаждет, тот сильно желает насытиться. Так сильно надобно желать правды и соблюдать ее. Поскольку же и любостяжательные представляются живущими в довольстве и сытости, то он говорит, что тем более праведные насыщаются. Они насыщаются и всей жизнью, ибо владеют своим имуществом безопасно. Ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Псалом 33, 11. Все на этот стих. Жаждать правды как нужно. За правду бороться. А не так, что говорят ложь, но не о тебе, а рядом стоит. И ты знаешь и молчишь. Как это так? Ну а что я сделаю тут так? Да ничто не сделаешь. Бог делает. Есть хорошее выражение у Наполеона Бонапарта. Главное ввязаться в драку, а там видно будет. Я вчера интернет открыл, там про меня какие отзывы идут. Ужас. Какая ненависть. То есть вот он говорит, там о вере моей судит, а видно, что ничего не знает. А какая вера? Вера одна, батюшка благослови, проглотил и пошел. Батюшка благослови, а ему больше ничего не надо этому человеку. Мощи, 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 чудотворные иконы. Крестные ходы и блуждания. То есть никакой веры-то нет. Одно суеверие и лицемерие. И он судит о моей вере. А что знает? А вот он считает, что Библия выше святых отцов. Но я так и считаю, она выше. А почему она не выше? Это слово Божие. Но я ему еще буду отвечать-то. Я даже не знаю, как там отвечать. Если бы он был на форуме, тут еще я имею возможность. А то просто заходишь в Google, поисковая система. И нахожусь вчера, новая и новая там выступает. Которые в глаза меня не видели, ничего не читали. А вы слышали, говорят, он не только говорит, а какие-то листики там пишет. А другой говорит, какие листики? Там книги. То он замолкнут, больше ничего нет. То есть дальше у них уже разум не работает книги. Да ты одну книгу прочитай-то. Тебе Господь что-то может откроет еще. Жаждать правды надо. Не правду сказали. Выступи. Вот хорошо об этом говорит Краснов Левитин. Он шесть сроков отбыл. Сорковный историк. Он говорит об одном. Когда, кажется, Льва Толстого исправляли годовщину. И мы под это решили сказать, что нет свободы слова в литературе. Студенты подписались. Ясное дело, в то время 58-я статья, она накроет их. А один, я не могу. Почему не можешь-то подписаться-то? Мы все подписались. Ну, у меня жена, двое детей. Вот этот, я ему только сказал, говорит. Что-то я сказал. Проститутка ты, говорит. Проходит какое-то время. Жена приходит его и говорит. Он меня оставил. Связался с какой-то молодой детьми. А вот он, щедолюбивый отец. Оставил, бросил ее. Жаждать правды надо. И правду эту нужно не только говорить, но и по отношению к себе ее искать. А человек, если не понимает. Слово наше имеет большую силу, когда оно на Слове Божьем основано. Это я в жизни 50 лет испытываю это. Безнадежных ситуаций просто нету. Кажется, вообще меня следователь допрашивает. Не какой-то, а следователь краевой прокуратуры там или городской. Ну, что сказать. Виталий Николаевич Пичугов. Город Барнаул. 1980 год. Я освобожден. Продолжаются наши встречи. Он принимает крещение с полным погружением. Восстает за правду против власти. Ну, то есть, понял. Ко мне на работу пришел. Да я, понимаете, это никому вас не доверили, а мне именно доверили. Вот крест, когда у меня большой серебряный священнический крест был. И он вынес его из тюрьмы. Это он как раз был. Он жаждал правды. Ее получил. Начальник тюрьмы меня постоянно вызывал и беседовали. И он никого не принимал в это время. Такие вопросы задавал. Там и о войне. Соломин Александр Семенович. Дорогой. У него другого не было ко мне. Дорогой мой. И потом долго мы перезванивали. Встречались в городе после моего освобождения. А когда умер он, такого богутного роста. Жена сказала, что умер по-христиански. Вот и все. Жаждал правду. Он получил ее. А правда какая? Христос. Путь истины и жизнь. Некоторые разделяют, что правда и истина сильно отличаются. Но не настолько уже и сильно. Хотя это синонимы. Дальше. От Матфея 5.7. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Толкование. Милосердие можно оказывать не имуществом только, но и словом. А ежели ничего не имеешь, то и слезами, и вздохом. Они получат милость и здесь от людей. Ибо кто вчера оказывал милость, а сегодня пришел в бедность, тому все будут оказывать милость. Особенно там Бог. Все толкование. Кажется, чего тут толковать-то, когда милостивые. А ты сам посмотри. Милость твоя распространяется на всех. И на людей, и на животных, и на птиц, и кто окружает, и на врагов. Просит прощения. Сумел правду эту проявить-то? Ну и прости его. Помилуй. Это относится сильно к тем, которые имеют власть умерщвлять. Прокуратура, тройка, тогда была НКВД и прочее. Помилованы будут. Помилованы те, которые милуют сегодня. Ты помнишь, что в жизни все меняется. Жизнь это как колесо. То поднимет, то опустит. И накроется лицо. Я стихотворение такое описал. Не думаю. А вот у меня власти никакого нет. Кого я могу миловать? Ты учитель. Ученика можешь миловать где-то. Не так, что-то, где-то. Не привязывайся к нему за один ноготок. Там грязь, не грязь под ногтем. Нормальные ногти должны быть вот они какие. Вот. Видишь как? Почистил там грязь, убрал и все. Плотная ногтя должна быть ниже. И нечего больше спрашивать с него. Он не такой. А ты сам такой? Всегда нужно все-таки взор обращать на себя. А ты миловал? Ну, миловал я или не миловал, это уже Бог разберется. Но я был помилован. Когда-то я посещал вероотступника Саблина. Яков Федорович, кажется, он был. Саблин. У баптистов. Его было уже 90 лет с чем-то. И он говорил, сидел и сетовал. Старик очень сильный был. И слово Библию знал, проповедовал. Голос такой, певец. Но жил развратно. И его баптисты исключили. И он написал книгу «Правда об изнанке баптизма». И он говорил, написано «Чти отца и мать, и будешь долголетним на земле». Но что я долголетен, всем явно. Но я свидетельствую, что я не отличался особой почтительностью к моим родителям. Но почему тогда Бог меня так долго на земле держит? Он даже в этом усматривал несправедливость. И будто бы разделся в одних трусах или без трусов, выскочил на улицу и под машину бросился. Это мне так говорили, не утверждаю. Но положение было такое. Я был у него с Молчаном Николаем Естеревичем, они были знакомы. И он всех баптистов поносил. А он тогда и говорит, ну хорошо, но ты лично знаком был с Огурцовым, он там перечисляет какую-то еще фамилию, известные баптисты. Да, знаком был. Но об этих я говорить не буду. То есть он ничего не имел сказать. Я спросил, а какой у вас любимый псалом? У баптиста песнопения называется псалмы. Ну там есть такие слова, я ухожу от тебя и потом опять возвращаюсь к Богу. И он как запел. И мне сразу вспомнилось у Лермонтова Михаила Юрьевича поэма «Демон». Когда он приходит и слышит, как ангел поет, он вспомнил, как было на небе. Ангел этот его друг был. И в слезах тяжелая костица. И ныне возле кельи той насквозь прожженный виден камень, слезою жаркою, как пламень, нечеловеческой слезой. И вот меня Господь посетил, я не мог больше смотреть на него. Я вышел в другую комнату, упал на колени и плакал. Блаженный плащущий. Я не о грехах плакал, а о погибшей душе. Это те слезы, о которых Павел говорит. Я не мог встать с колен, я стоял, молился и плакал. А Николай Нестерич говорит, вот смотри. Вот человек, которого ты видишь первый раз. И он твою судьбу сейчас всю проходит, он все о себе рассказал. Даже в будущем он малаканином был, баптист был. В брачную ночь сумел изменить жене. И уже лет ему 70 было, и в баптистской общине это ради чего 67. А одновременно с тремя жил, с прихожанками. Они там лет на 50 моложе, на 60 были его. И когда он вот все сказал, да это грех простой, это то и говорить-то не стоит, это уже прошлое. Но главное, что веру потерял. И я увидел разверстый ад перед ним. Я просил его, примирись с Богом, вернись. И я плакал и плакал. А они молчали в той комнате. И он, видимо, Николая просил, ты помолись. А они не понимают, что такое помочь в молитве. Я изнемогаю в молитве. Это Бог посещает. Почему я говорю, что блаженный плащ, это намного шире. Это не о грехах. Я о грехах тут не помнил. Я видел его. Видел его биографию. Я видел, это был как ангел Божий. Когда он приезжал, я не знаю, откуда он приезжал, Рубцовск или где. То в Барнаульской общине баптистов зарегистрированных говорили, у нас сегодня праздник. Приехал Яков Саблин. Праздник. Но он был безжалостный тем, которые против него выступали. Он вскоре изгонял их, но они продолжали приходить, подавали заявление, каялись. А жена его помогала ему и говорила, это не искреннее покаяние. Жена решала, искреннее, не искреннее. Ну и получилось так. Бог отнял веру, и дверь покаяния была закрыта. Вот что значит быть милостивым. Жене-то это надо было? Быть милостивым. Дальше. От Матфея 5,8. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Толкование. Многие не хищничествуют, не обижают и даже милосерды, но блудодействуют и в других отношениях бывают нечисты. Посему Христос повелевает соединять с другими добродетелями и чистоту, или целомудрие, не только по телу, но и по сердцу. Ибо без святыни или чистоты никто не узрит Господа. Как зеркало тогда отражает образы, когда чисто. Так может созерцать Бога разуметь Писание только чистая душа. Все толкование. Ну кажется, больше ничего не надо добавить. А как на практике? А так? Когда человек сам живет нечисто, или тайно какой-то грех делает, он все вопросы видит в тумане. Он не понимает, что это неправда. Я говорю, а почему ты не переспросил? Вот я перед тобой. Нет, это вы проклинали, вы проклинали. Ну как я мог проклинать, когда я верующий? Я только молюсь, Господи, благослови их. Но у меня сын погиб, это потому что вы проклинали. Откуда ты взял, что проклинали? У вас стихотворение написано. И стихотворение у меня действительно написано. А почему ты решил, что о твоем сыне? Твой сын погиб так-то, ну, под машиной, скажем, под трактором. А в стихотворении написано, его застрелили. И соседи замучились, не знали, что сказали. Наконец-то, чтоб ты сдох. Так а твой дом рядом с нашим? Мы все так и понимаем. Ну, это глупости совсем. То есть, он не в чистоте сердца, живя. Вот люди, когда пьют или еще что-то, грех какой-то делают. Они не могут здравомыслить чисто. Я говорю, я перед тобой живой. Спроси меня, говорил я это или нет? Да незаслуженно проклятие не сбудется. Еще вы так боитесь. Он проклинает. Да только дело. Меня, может быть, тысячи людей проклинают. Но ни одно проклятие не сбывается. Оно на них падает. Падет на волосатая темя, закоснелого в беззакониях. Я не могу убедить. И вдруг, я когда беседовать с человеком пошел, я попросил, чтобы молились. Молились друзья, близкие и молились. Там у нас есть старица, 87 лет. Она молилась какой-то канон или акапис сладчайшему Иисусу. И там Богородица об умягчении сердец. И вдруг мы... Не ладится разговор-то совсем. Он обвиняет меня. И все превратно толкует, чего вообще не было. Даже вообще не было. Я говорю, не было этого. И вдруг он смирился, как будто кто-то тряхнул его с него, шелуха совпала. И мы друг у друга попросили прощения и стали молиться. Это такое чудо. Прямо-таки явленное чудо. Тем более, это было в степи, небо. Это было вот только неделю назад у меня. Я знаю, что такое чистота сердца. Знаю. И он... Я говорю, ты поверь. Бог все это прощает. Что ты делал или как? Все простится. Что говорил. Главное. Отстань от греха. Возненавить его греха. И непомутненным разумом, без капли алкоголя взгляни на Бога. Он умер за нас. И он прощает нас. Он любит нас. Дальше. Комментарии небольшие. Здесь взаимосвязь. При чистой жизни Бог открывает смысл священного писания. А усвоение писания делает жизнь еще более чистой. И побуждает к ревности и подвигу о Христе. Это к восьмому стиху. Мы открыли Библию. Библии уже дома были. Считаем места писания. И вижу, писание закрыто. Толкование неправильно. По-своему все. Там мы столкнулись. А в Аллааме. Вы проклинаете там как в Аллааме. Откуда вы взяли? А в Аллааме. Чей это пророк? Чей? Ну как чей? От сатаны. От сатаны, да? Давай посмотрим дальше. А Кир царь от кого? Кир. Языческий царь. 45 главу 1 стих Исаия. Открой. И написано. Скажи Киру, помазаннику моему, говорит Господь Бог. А слово помазанник по-грешенски Христос. Языческий царь. Горбачев помазанник Божий. Да какой? Открыл храмы. Он больше ничего не сделал Кир-то. Отпустил из плена. И плененная церковь получила свободу. Помазанник Божий. Может перевод неправильный. Где он неправильно-то? Во всех языках одинаковый. А здесь. И вот этот Валаам идет и написано. Дух Божий был на нем. Дух с большой буквы. И Божий. И на нем. Так чей дух на нем был? Ну так а он же вот о нем положительно не отзывается? Знает. Три раза упоминается в Новом Завете и нет положительного. Почему? А он мздою пленился. Но Иуда кем был избран? Давай дальше. Кем был избран? Он сам навязался в друзья. Нет, Христос избрал. Так он его не знал. Ты знал. А когда говорил Христос на двенадцати престолах сядете, к Иуде это относилось? До предательства. Конечно относилось. Но он потерял первенство. Потерял. Откуда это известно? В речи Петра. В деяниях апостолов. И на его место избрать нужно других было. Вот так и этот. Валаам был от Бога. Мы слова Валаама, сына Виорова. Мы поем неоднократно. Вижу звезду, восходящую от Иакова. И не близко. Он пророчествует о целых нациях, о народах. И все это сбылось. Сбылось. Этот муж, который падает, но с открытым оком. Но око его открыто. Как это так? А так даже согрешает. Но он видит вдаль. Пророчество открыто. Звезда. Звезда восходит от Иакова. Так ты веришь в это? Звезда его. Это еще пророчество. Звездой учахуйся. От кого? От него. Но он обольстился. Но ангел сказал ему, иди. И говори то, что я тебе скажу. И так и пошел. Говорил. Вот и все. Дух Божий был на нем. Тебе не надо толковать. Дух Божий открыл ему судьбу Израиля. Судьбу Маава. Я вижу, и дальше он говорит, что с ними будет. Сеира. Дальше громит их. Вот как. По двум словам берут. А из-за чего прилепились к словам? Открытым оком. У меня взята книга названа. Открытым оком. Когда он говорил, написано Дух Божий был. На нем он говорит, что я человек с открытым оком. Я падаю, но глаза мои открыты. То есть хотя бы я согрешил, но я просматриваю вперед. Открытое око верю. Бог меня простит. И сколько раз, Златоуст говорит, сколько раз пал, столько раз и вставай. Не поощряю к падению, но спасаю от отчаяния. Это мы в один стих. Но сколько в нем сокрыто. Дальше. От Матфея 5 глава 9 стих. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. То есть не только те, которые сами живут со всеми мирно, но и примиряют других враждующих. Миротворцы суть и те, которые учением обращают врагов Божиих. Таковы суть сыны Божии. Так как единородный сын Божий примирил нас с Богом. Когда мы были враги его, все толкование. Ну вот как это примирять? Я один случай знаю из своей практики. Приехал я как-то в Кызыл. Это родина моей жены. Мы еще только познакомились. И там город Тува их. Тыва сегодня называют. И там две общины баптистские. Одни зарегистрированные отошли, а другие такие. И такая вражда между ними. А я православный. Но они этого не знают. Я рукой не крестился. А просто говорил как есть. И они не могут понять, кто я. Но я сказал, нужно собрать две общины вместе. Собрались. А от кого брат приехал? Те не знают. Одни считают, что я от них, а другие от них. Но вот я стал говорить слово. И Господь коснулся всех. Было полное примирение двух общин. И все молились и благодарили Бога. Мир. Брат. Я говорил такое. Каждый они братья мирствовали. Прости. Прости. Я пошел. Они провожают две общины. И никто так и не узнал, кто я. А из них там потом один стал православным батюшкой. Господь коснулся их. А там был один баптист. И он говорит, выходил, интересная проповедь. И говорил, там трогал. Я ему спрашиваю, ты откуда это берешь? Я чувствую, что правда. А он не говорил. Я говорю, а что он говорил? Ну, толковал Ветхий Завет. Ну, это епископа Виссариона толкование. Да вы что? Вот надо же, хитрец какой. Достал православную книжку. И в апте он проповедник. Ну, что хитрец-то? Ну, молодец. Молодец просто. Да как вы баптистов мирили, а они все сектанты, еретики. Ну, ты так понимаешь? Я понимаю и так. Я знаю, что вражда всегда плохо. А когда в мире, то начинают они молиться, и Господь открывает тогда истину. И среди них потом будет человек, который станет еще священником, еще один. Так что дальнейшее Бог рассудит. Блаженный миротворца. Уметь мирить. Мирить детей, мирить взрослых. Я вот был в заключении, и там такая бывает вражда между собой уже, подкараулить друг друга. С одним другим побеседуешь, смотришь, идут вместе. Люди не поймут, как так? Так они же враждовали. А вот тут у нас такой-то человек, и он с ними говорит, да вы что? А он не знает, как вот наладить отношения? У меня была девушка, а мы рассорились и прочее. Да я что вас мирить-то буду? Ты обрати ее к Богу сначала. Как Андрей Кураев говорит, отмиссионер ее. Да и женись. Пойди на танцплощадку. Ну, я не знаю, может быть, Андрей обладает такой силой. А я говорю, танцплощадку обойди. Даже на базаре быть. И то у нас было 14 человек торговали. Все до одного пали. Два догнивают осталось. Больше ничего нету. А Феофан Затворник говорит, когда через базар едешь, что ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, поскорее. Не торгуешь, а проехать через базар, и то опасно. Там Меркурий, бог торговли, летает на крылышках. У него крылышки на ногах. Дальше. От Матфея 5.10. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Толкование. Блаженного Феофилакта. Гонения терпят не одни мученики, но и многие другие. За вспоможение обидимым и вообще за всякую добродетель. Потому что под именем правды, разумеется, всякая добродетель. Гонят воров и убийц, однако ж они неблаженны. Наконец Господь обращает речь наипачек своим апостолам. И показывает, что терпеть поношение особенно свойственно учителям. Все толкование. Ну, слава Богу. Так, на сегодня, наверное, все? Все, все. Все, Игорь Иванович. А? Все, все. Слава Христу. Видите как, мы сегодня в Барнауле. Вчера мы приехали. Сегодня у нас 5 октября. Завтра воскресенье, Бог даст. Мы сделали день открытых дверей. Меня просят дать отчет, рассказать о нашей миссионерской поездке. Вот. И мы разрешили всем приглашать знакомых. И вот Виктор приехал, брат с Потеряевки, шофер на нашей газели. Привезли тут, что хотели, голубям корм, кому картошку. И как-то на душе радостно. С утра пораньше потрудились. Во славу Божию. Аминь. Спаси Христос. О, это на новом месте приехал. Карандашиком маленечко отметить тут. Да.